Уважаемые коллеги, ну вот видите, они там в разы не дождались, значит, исполнительные органы, значит, даже заместителя председателя правительства нет, но тем не менее. Значит, вчера я до 18.30 ждал председателя правительства, значит, так и не дождался. Я не понимаю, что выборочно он приходит, значит, так и отчитывает. Все-таки фракция, и он обязан прийти на фракцию с тем, что идет отчет в исполнении бюджета. И у нас много возникло вопросов. Я не стал дальше его продолжать, но могу прийти, и те вопросы, которые мы хотели бы задать, и сегодня я не стал обострять здесь сегодня, значит, на заседании соседние, да, просто хотел с ним переговорить и, как говорится, точка соприкосновения найти. К сожалению, этого не получилось. Сегодня, кстати, сейчас не присутствует, даже первый заместитель не присутствует до окончания, значит. А в разном принципе, если хотите, давайте тогда мы на сессии будем все это превращать, как сегодня там сказали, в бардак. И мы будем выступать, значит, и требовать, чтобы он здесь отвечал. Ну, есть же культура какая-то. Пришел четко, ясно сказал, мы вот там поговорили, почему проблема-то возникла. Давайте мы совместным усилием будем это исправлять. Вчера, значит, я начал высказать первым заместителем председателя правительства, значит, но с одной стороны, он там, проблема не у него же. Мы же говорим, почему мы расходуем бюджеты и на сегодняшний день до 100 миллионов, значит, дополнительно мы выделяем, когда у нас не хватает средств, значит, на другие, по социальному блоку вопросов. Нет, значит, сегодня тоже, значит, ушли и непонятно. Это первое. Второе, значит, надо это учесть и ему поправить, сказать. И еще один момент, я бы хотел, значит, отметить. Не стал молодой министр, не стал ни вчера говорить, ни сегодня стал говорить. Значит, вчера, значит, на вопрос, я имею в виду Троицкий, значит, на вопрос депутата, кто будет заниматься у вас, значит, вопросами привлечения инвесторов, он промолчал. Когда вы ему сказали, задали вопрос, значит, почему, вернее, он сказал, я не буду на этот вопрос отвечать. Сам же вносит законопроект и просит, чтобы мы его рассмотрели. Но вы не извините, не каждый депутат должен разбираться, какой законопроект он вносит. Он должен все разжевать и на комитете всему должны рассмотреть, чтобы сегодня вопрос не возникал. Поэтому я сегодня хотел у председателя правительства, а сегодня полис Араш Алексеевич, в вашем присутствии, прошу, значит, в голове доложить, значит, и пусть глава, значит, просит у председателя правительства, значит, чтобы такого больше не повторялось. Почему он так себя ведет? И, кстати, я хочу вам сказать, это не первое поведение его. На первом, когда он докладывал, значит, первый раз, он тоже себя вел, так высокомерно вел себя. Если законодательный орган не хочет сходить, пусть и не приходит, пускай другого назначает. Но дело в том, что вопрос задан-то действительно по тому законопроекту, по которому он, значит, носит, и мы принимаем, должны принимать этот закон. А он, говорит, не знаю, я не буду отвечать, и все. Ну, как это так? Ну, можно было ждать ему, он же был, я спросил. Да нет, ну, зачем мне это, вопрос не по тому же, зачем я буду здесь его сейчас в нелицеприятном виде выставлять. Но им просьба будет такая. Нам не безразлично, что сегодня приносит, и более того, мы же должны людям разъяснять. Тем более, сегодня, вы сами знаете, тяжелейшая ситуация, значит, ему сейчас выезжать, нам, честно говоря, очень трудно будет. Потому что я даже воспринимаю, как аудитория будет воспринимать, как приехал, что вообще принимает, чем он занимается. Мы должны четко, ясно излагать те мысли, законы, которые мы сегодня предлагаем. Просьба будет такая. Если министры так будут себя вести, значит, так, то мы примем и другие законы, которые будут ежеквартально, значит, здесь отчитываться тогда. И раз ведете, таким образом ведете себя. Спасибо. Значит, я, те замечания, которые надо передать, я передам. Я обещаю, я приглашу представителя правительства, мы побеседуем, я не знал эту ситуацию. Я не знал, мы побеседуем обязательно, потому что я не сторонник того, что тут всех, да, но отвечать за базар надо. Такие классические виды фитнеса, как тренажерный зал, бег и плавание, многим кажутся скучными. Кто-то ходит в зал, но все равно постоянно находится в поиске активного развлечения на свободные дни. Верховую езду нельзя назвать фитнесом в классическом понимании этого слова. Верховая езда – это серьезная физическая нагрузка для всего тела. Приведем несколько причин, почему вам нужны уроки верховой езды в кочевнике 0.8. Первое. Осанка. Для того, чтобы поддерживать идеальную осанку, работают мышцы спины, а также живота и бедер. Мышцы бедер включаются в статодинамический режим, когда часть напряжена и неподвижна, а часть сокращается и напрягается. Работа мускулатуры на животе и спине будет статической, им необходимо удерживать позвоночник прямо от шеи до копчика. Навык сохранения правильной осанки приходит естественным образом. Если посмотреть на профессионального наездника, когда он находится не в седле, то сразу же бросится в глаза статность – втянутый живот, расправленные плечи, приподнятый подбородок. Особенно ощутимая польза верховой езды проявится для детей. Их осанка только формируется, они сохранят навык на всю жизнь. Второе. Укрепление мускулатуры. Часто в качестве идеальной тренировки мускулатуры без нагрузки на суставы приводится плавание. Многие не знают, что к конному спорту это тоже относится. На занятиях происходит эффективное укрепление кора, которого нельзя достичь стандартными динамическими упражнениями. Нагрузки достанутся брюшному прессу, ягодицам, квадрицепсам, икрам, а также приводящим мышцам бедер, которые находятся на внутренней поверхности и являются проблемной зоной для многих девушек. Третье. Избавление от стресса. Даже после непродолжительного катания верхом люди ощущают себя иначе. У них больше нет тревожности, мысли спокойно текут своим чередом, присутствует приятная расслабленность. Причина в том, что они избавились от накопленного стресса. Лошадей называют умными животными, потому что они умеют испытывать эмоции и выражать их. У них, как и у людей, есть разные темпераменты и переменчивое настроение. Опыт взаимодействия с животным больше и сильнее себя самого будет полезным для человека. Воздействие обусловлено и тактильным контактом. Ты постоянно ощущаешь тепло живого существа, чувствуешь ритм, который отбивает сердце огромного животного. За счет всего этого происходит выравнивание эмоционального фона. Спокойствие переносится в обычную жизнь, все бытовые стрессы становятся менее значимыми. 4. Повышение концентрации внимания. Ценный навык, который всегда пригодится, приходит вместе со скоростью реакции. Находясь в седле, нужно постоянно поддерживать равновесие, замочать все объекты вокруг и быстро реагировать на внешние обстоятельства. Всадник задействует свое тело, чтобы передать лошади команду к действию. Все команды невербальны. Направить уздечку вправо или влево, отклониться вперед или назад, приподняться на стременах. Для того, чтобы дать такую команду, нужно владеть своим телом, чтобы дать ее вовремя, обладать быстрой реакцией и высокой концентрацией внимания. Все это и еще немного больше вы можете получить, записавшись на уроке верховой езды в кочевник.